Это программа «День с толком» в студии Рина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Предложили пойти в отпуск и подумать об увольнении. Врач диагностического центра после протестной акции рискует остаться без работы. Лишенные выпускного из-за пандемии алтайским школьникам начали выдавать аттестаты. Поправки в Конституцию. Что о них думают алтайские политики, ученые и представители власти? Полетели первые головы. Стало известно, что диагностический центр края скоро останется без заведующего отделения функциональной и ультразвуковой диагностики Андрея Рожанского, который работает в центре почти 30 лет. Что происходит за закрытыми дверями учреждения, где протест не утих, узнавала Анастасия Дороган. Давайте вспомним хронологию событий. В начале лета сотрудники диагностического центра получили заработные платы в размере МРОД, хотя, по их словам, в мае они работали в разы больше. Объяснений этому и понимания они не получили и 11 июня вышли сюда, чтобы обозначить мирный протест. 15 июня их знакомят с краевой комиссией, комиссией Министерства здравоохранения, которая должна разобраться с таким начислением зарплат. И, казалось бы, при таком пристальном внимании сейчас увольнять никого не стоило бы, но уже сегодня становится известно о первом человеке, кто таким образом может поплатиться за собственное мнение. Козлом отпущения делают Андрея Рожанского. В диагностическом он работает почти 30 лет, половину из которых возглавляет отделение УЗИ. Его сотрудники тоже вышли на протест 11 июня. О судьбе доктора толку рассказал бывший главный врач диагностического центра Владимир Захаров. Сегодня он созванивался с Рожанским. Со слов Захарова главный врач Оксана Ольгатенкова предложила Рожанскому идти в отпуск и подумать над предложением уволиться. Далее цитата. Я спросил его, как настрой. На что Андрей Николаевич ответил, что без вариантов. Мы отдельно подчеркиваем, это не является забастовкой. Мы не оставим никаких ультиматумов. Мы не угрожаем массовыми увольнениями или невыходом на работу. После праздников в понедельник мы все вернемся на свои рабочие места и продолжим добросовестно выполнять свои рабочие обязательства. И вышли. Виктор Бова еще и ходит на встречи с руководством. Говорит, журят за активность. А в остальном жизнь в диагностическом никак не изменилась. Но отступать врачи пока не намерены. Эта ситуация показала несовершенство системы. Главный вопрос сейчас к трудовому договору, который изменили с приходом главврача Алексенковой. В нашем распоряжении дополнительный договор. Там черным по белому. Зарплата – это оклад 8,5 тысяч плюс компенсационные и стимулирующие выплаты. Но нам, как и самим сотрудникам, непонятно, как начислялись, к примеру, компенсационные за май. Кто определял, в каких условиях приходится работать, вредны они или нет. Также, судя по договору, сверхурочные добавлялись, если работали по приказу работодателя. Стимулирующие за большие объемы работы, как видим, составили 0 рублей 0 копеек. Получается, что всю работу сотрудников руководство оценило нам в рот, минимум который есть. Вот мы сейчас в мае отработали, мы что-то, хоть чуть-чуть, у нас будут деньги, которые нам в реестре оплатят. Высший главврач Владимир Захаров считает, что всему виной переход на систему взаиморасчетов между медучреждениями. Поэтому в центре и не оказалось денег. Все медицинские организации между собой, не то что работали в команде, а начали работать каждый сам по себе. Поэтому систему взаиморасчетов, если реестр диагностического центра в месяц составлял 50 миллионов до системы взаиморасчетов, то после введения системы, 25, можно было накопить какой-то жирок. К концу недели комиссия Минздрава должна вынести свое решение насчет ситуации в диагностическом. А завтра на встречу с коллективом планировал приехать министр Дмитрий Попов. Надеемся, что обсудит и вопросы зарплаты, рисков и освобождения должностей. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. И сейчас о новой статистике. Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае приближается к 3 тысячам. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 2939 пациентов с коронавирусом. За последние сутки 72 новых случая и одна смерть. Всего же за время пандемии в крае скончались 42 человека с диагнозом COVID-19. Кстати, предстоящее голосование за поправки в Конституцию многие считают толчком к резкому росту числа зараженных. На пресс-конференции избиркома приводили доводы против. Ирина Акимова даже сказала, что голосование будет, возможно, безопаснее любого другого общественного действия. Маски, перчатки и тысячи литров антисептиков поступят на избирательные участки края. А если вы в группе риска и подали заявление о голосовании на дому, то 1 июля к вам приедет поездная избирательная комиссия. И, как уже шутят в сети, можно будет разжиться средствами защиты. Путем упаковки вот такого индивидуального набора, где тоже будут маска, перчатки, ручка индивидуальная для того, чтобы заполнить избирательный бюллетень, антисептическая салфеточка. И вот как раз будет размещаться и избирательный бюллетень для осуществления голосования на дому. 1 июля всех граждан России ждут на участках и предлагают проголосовать за новые поправки в Конституцию. Что думают о правовых основаниях поправок ученые, политики и представители власти в сюжете Андрея Дрейра? Это улица Конституции. Она невелика и в жизни города играет не самую большую роль. Чего не скажешь о главном нормативном документе страны – Конституции. И если одноименной улице точно нужно обновление, то нужно ли оно документу, от которого зависит жизнь всего государства? Поправки сырые. В этом уверены многие эксперты, прочитавшие текст. Например, политолог Екатерина Шульман, которая профессионально занимается проблемами законотворчества, считает, что поправки сформулированы юридически безграмотно. Ведь язык закона предполагает, что каждое слово имеет четкое правовое определение. Вот, например. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории. Не хочется никого ни в чем обвинять, но это, в общем, набор слов. Что такое наиболее эффективное решение задач? Нет такого юридического термина «задача». Нет такого выражения «решение задач». Эффективность тоже не является правовым термином. Население, вульгарное довольно слово, да, проживающего на соответствующей территории. Это тоже непонятно что. Понятно для алтайских эсеров. Для них важны поправки, предложенные однопартийцами из Думы. Александр Молотов называет среди них, к примеру, ежегодную индексацию пенсий и признание русского языка языком государства образующего народа. Безусловно, там есть и другие значимые поправки. Прежде всего, это социальный блок. Конституция впервые говорит о том, что минимальный размер оплаты труда не должен быть меньше прожиточного минимума. Это очень важно. Там же речь идет об индексации социальных пособий, да, пособий. Речь идет о социальной ответственности, о социальной политике государства, да. И, безусловно, мы, как партия социал-демократическая, вот этот социальный блок Конституции поддерживаем. А вот поправки, предложенные коммунистами, не приняли. Например, право частному лицу владеть природными ресурсами никто отменять не будет. В нынешней редакции поправки, по словам Марии Прусаковой, это всего лишь перечисление банальностей, кроме одной. Мы на сегодня выступаем против одной поправки, которая вносится. Это обнуление сроков президента. И мы понимаем, что все остальное это, по большому счету, прелюдия для того, чтобы фактически наделить сегодня главу государства возможностью безграничной власти. Но ряд депутатов АКЗС, проголосовавших за поправки, считает, что обновление, наоборот, поможет распределению властных полномочий. Например, Иван Мордовин уверен, уже упомянутая выше включение органов местного самоуправления в единую систему публичной власти – одна из важных норм. Потому что вот в тех нормах, которые сегодня действуют, мы как-то искусственно оторвали местное самоуправление из общей системы государственной власти. И вот сегодня эти нормы вообще в целом, которые инициированы президентом, они действительно очень хорошо дополняют и развивают те кондиционные нормы, которые уже были. Многие, между делом читая новые поправки, задаются вопросом, если за них уже проголосовали депутаты Заксобраний и обе палаты парламента, то зачем за них голосовать людям? Юридические поправки уже приняты? Здесь домыслов и мнений быть не может. Известна официальная позиция Центра избиркома. Ведь обновленная конституция… Она абсолютно легитимна, уже исходя из того, что легитимно избранным Государственной Думой и Советами Федерации и нашими легитимно избранными законодательными собраниями субъектов Российской Федерации, двумя третями, тремя четвертями и двумя третями, принято уже этот закон, приняты эти поправки. В этой ситуации, как и в любой другой, лакмусовой бумажкой может выступать бизнес. Предприниматели вряд ли стали бы печатать новую конституцию, зная они, что голосование может хоть как-то повлиять на принятие новых поправок. А так, на сайте видим конституцию с обновленными поправками. Кстати, мы хотели провести опрос, население за поправки или против, но ведь получается голосование и так большой социологический опрос. Андрей Дриер, Алексей Фризин. День с толком. Словгородские депутаты сегодня официально отправили главу города Сергея Горбунова в отставку. За такое решение они проголосовали единогласно на заседании очередной сессии горсовета. Новым исполняющим обязанности городоначальника стала заместитель мэра Людмила Подгора. И в этом вопросе депутаты были единодушны. Напомним, предыдущего мэра Сергея Горбунова в конце мая задержали с поличным при получении крупной взятки. Возбуждено уголовное дело. На его место временно назначили Дмитрия Петракова, также известного своим уголовным прошлым. Бывший сотрудник наркоконтроля был ранее судим за фабрикацию дел, связанных с оборотом наркотиков. Как нам пояснили сегодня в горсовете, изначально назначение Петракова было временным решением. Вообще его кандидатура не рассматривалась. Просто в течение таких обстоятельств было, что Горбунова задержали по подозрению в совершении преступления. А Подгора Людмила Валерьевна была в отпуске. И поэтому так сложилось, что пришлось ему временно исполнять обязанности главы города. А сейчас все депутатское собрание узаконило. Людмила Подгора займет пост исполняющего обязанности мэра уже завтра и будет работать вплоть до следующих выборов в городское собрание седьмого созыва. Они пройдут в сентябре и уже новый горсовет определит дату следующих выборов мэра Славгорода. Тогда же станет ясно, кто будет претендовать на пост главы Славгорода. Тем временем Барнаул вырвался в лидера отборочного этапа голосования на звание города трудовой доблести. Краевая столица обошла Новоалтайск, Бийск, Рубцовск. Напомним, на почетное звание претендуют города, жители которых проявили героизм как на фронте, так и в тылу. Почему жители массово отдают дань уважения к краевой столице узнавала Валентина Аскерова. Если свет выключен, все в кучу собираемся и песникарем. Так Елена Ивановна Ливацкая вспоминает о редких минутах отдыха на патронном заводе. Сегодня труженица тыла, ветеран труда. Десятилетие назад 17-летняя девчонка, которую поставили к станку снабжать Красную армию патронами. Питание раз в день, смена 12, а порой и все 16 часов. А спать тоже так же хотелось. Вот помним, у нас эта девушка была из Белоярска. И вот она этот патрон покрутит, покрутит, так вот подрежет, а потом на него проснется опять. Вот так вот делали. Не досыпали, не доедали, зато перевыполняли план. Каждый второй патрон наши земляки сделали на эвакуированном заводе номер 17. Ковали победу доловики и на вагоноремонтном. В этих стенах школьники точили снаряды. Другой раз он придет и теряет сознание, падает. Ну и насчет еды было слабовато, конечно. Но, конечно, у ребят, чья молодость проходила у станка, была и отдушина. На танцы ходили. Они в заводской парк все время танцы играл. Особенно вечером хорошо окна раскрыты в квартире. И в парке какой-нибудь танго такое, строка или еще кого-нибудь с ног сшибательное. Победу здесь не ковали, а в буквальном смысле ткали. В годы войны на Барнаульском меланжевом комбинате выпустили 140 миллионов метров ткани. Можно сказать, одели в гимнастерку каждого второго фронтовика. Все, кто работал здесь, совершали подвиг. Поскольку смены рабочие длились до 14 часов. Комбинат работал в круглосуточном режиме. Осваивал новую продукцию, как я сказал, парашютные лямки, стерлинные шланги. На БМК трудились свыше 10 тысяч человек. В основном, конечно, женщины. До своего рабочего места барнаульцы шли пешком. Транспорта не было. К примеру, если это жители Нагорной части города, то они ежедневно наматывали до 14 километров в день. Вы только представьте, что такое 14 километров в день после 12 часов у станка. Сотрудники меланжевого, вагоноремонтного, станкостроительного и других эвакуированных заводов, безусловно, внесли неоценимый вклад в победу, рассказывают краеведы. А что такое эвакуированный завод? Когда фотографии смотришь, ты удивляешься. Это обрезки кабелей, это обрезки арматуры. То есть, вот как срезали, убегая от захватчиков. Вот то, что успели срезать, скидали на вагон навалом. И вот это все, вот из всего этого сделали промышленные гиганты, которые давали такую важную продукцию. А не будь половины патронов барнаульских. Поэтому факт, что Барнаул лидирует в отборочном голосовании, название города трудовой доблести совсем не случайный. Но знают об этом голосовании чиновники и журналисты. Ветераны труда, тыловики о нем даже не слышали. Впрочем, для них это не главное. Самые главные слова в жизни они давно услышали. Кто-то кричит «Победа, победа!» Тут как все давай друг с другом обниматься, да радуют, да слезы настолько. Валентина Аскерова, Илья Халяпин, Алексей Фризин. День с толком. Продолжим. Сегодня и вчера алтайским школьникам выдавали аттестаты. Праздник прошел в странной обстановке. Ведь никто еще полгода назад не мог подумать, что выпускники будут выдерживать социальную дистанцию, пожимать друг другу руки в перчатках. От выпускного вечера в ресторанах и вовсе придется отказаться. Как проходила торжественная церемония в условиях пандемии, расскажем в сюжете. В очередь за аттестатами. Для 12 тысяч алтайских выпускников такой формат вручения – самый лучший вариант из всех возможных во время пандемии. Хотя бы можно лично получить документ, увидеть одноклассников, пусть и на расстоянии, а не по скайпу. Сами же аттестаты вручают в школе после строгого фейс-контроля. Выпускники выдерживают между собой дистанцию 2 метра, затем подходят, измеряют температуру. 34,5 метра, дезинфицируем руки, надеваем перчатки и ждем своей очереди. Дальше коврик с дезинфицирующим раствором. Здесь уже в школе получаем аттестаты, расписываемся у кого-то медали и отправляемся на фотозону, потому что все-таки праздник. Хотя это, конечно, не особо ощущается. Классам пришлось отказаться от забронированных ресторанов, а выпускницы приходят на вручение аттестатов без вечерних платьев. Немного это странно будет, приходить слишком нарядными разе двух минут. Просто пришли в школу, забрать свои аттестаты и все. Сейчас в июле экзамены будут, потом, может быть, соберемся со своим классом где-нибудь, немного отметим. Не, ну, конечно, печально, но одновременно радостно. То есть есть какие-то плюсы, получается? Ну, плюс то, что аттестаты забрал и все, я закончил. Повезло двоечникам. В этом году выпускники получают аттестат раньше, чем сдают ЕГЭ. То есть никто не останется на второй год. По сути, если вчерашнему школьнику не нужны для поступления русский или математика, их можно не сдавать. Помним по прошлым годам о том, что русская математика – это были обязательные экзамены для получения аттестата. Сегодня таких условий нет. Единый государственный экзамен будет проведен только как вступительный экзамен в ВУЗы. И дети на сегодняшний день выбирают для себя те экзамены, которые им необходимы для поступления. Первые экзамены для алтайских школьников пройдут 3 июля по литературе и географии. В ВУЗах уверяют, что выпускники успеют подать документы и надеются, что новый учебный год начнется в штатном режиме. Ну а выпускникам 2020-го точно будет, что вспомнить и рассказать внукам. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Футболисты главной барнаульской команды планировали сегодня приступить к тренировкам. Накануне они всем коллективам сдали тесты на коронавирус. Теперь ждут результатов. Между тем, юные «Динамовцы» уже на поле. Насколько серьезно изменился тренировочный процесс и какие спортивные клубы постепенно выходят из карантина, расскажет Никита Ромаков. Теперь так начинается каждая тренировка футбольного клуба «Динамо». С прошлой недели молодым спортсменам разрешили тренировки, но по особым правилам, соблюдая дистанцию. Замер температуры мы производим. Нужно подбирать такие упражнения, чтобы расстояние между игроками было 5 метров. Конечно, у нас вид спорта командный. И подобрать упражнения, они есть, безусловно, они есть. Но если их делать сейчас каждый день, каждую тренировку, им будет неинтересно, детям. Они это делают, но я вижу, что в какой-то мере искры, как говорится, в глазах нет. Почти три месяца тренировок не было. Дома, конечно, заниматься пытались, но все же очень ждали возвращения. Причем не только сами футболисты, но и их родители. Кристина Собина говорит, буквально дни вместе с сыном считали. Ну когда же тренировки? Ну когда же тренировки? Ждал, не дождался, когда же все-таки начнется. Радости было много, когда узнали, что наконец-то есть послабление в карактине. И мы возвращаемся к игре. Сейчас спортсмены набирают форму, и тренировки носят скорее не игровой характер. Тренер говорит, ребятам нужно снова включиться в работу после затяжного отдыха и почувствовать силу в ногах. Тренировочный тонус и игровой тонус у детей, как говорится, понизился этот тонус. Соответственно, сейчас тренировки у нас носят характер втягивающий. Нагрузки даем от малых до средних. К большим нагрузкам еще нет смысла переходить. По поводу игр. Игры, скорее всего, у нас будут начинаться в августе месяца. В августе команда планирует выступать на первенстве города. По словам тренера, к этому времени футболисты уже успеют подготовиться к турниру и показать высокие результаты. Частично возобновили тренировки и алтайские грибцы, тоже соблюдая меры безопасности. На воде тренируются, там соприказновения точно никакого нет. С собой воду, руки обрабатывают, маски обязательно. В дорогу, когда едут на тренировку, из тренировки в масках обязательно в порядке. Сейчас на канал вышли только участники Олимпийской сборной края и группы спортивного совершенствования, чтобы готовиться к августовским отборочным в Казани. Что касается остальных спортсменов, к примеру, представителей большого тенниса, все ждут решения Министерства спорта и еще большего послабления ограничений. Ну а футболисты главной команды края на поле выйдут, скорее всего, на следующей неделе, так как результаты тестов на коронавирус готовы будут лишь к концу этой. Никита Ермаков, Алексей Фрезин. День с толком. У меня на этом все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...